всем привет сегодня у нас девятый урок по тайпу сегодня расскажу о том как найти шрифты если вы не знаете название то есть допустим у вас есть какой-то шрифт допустим вот такой вот и команда ваша не сказала какой конкретно шрифт здесь использовать на свое усмотрение перейти то допустим обычные шрифты не сказали там бери тот а то то шрифт а все остальное на свое усмотрение и в общем вы строите передачи где и как найти этот шрифт начнем с того где найти эти шрифты сайтов по поиску шрифтов в принципе много два из них я могу сказать которыми я допустим пользуюсь периодически это фонс онлайн фон стере онлайн точка ру и ff фонс точка ру в принципе они друг на друга очень похожи эти сайтики по всем этим какого их разделением шрифтов они прям чуть ли не один в один вот и почему они мне нравятся потому что у них есть такая штука как фильтр то есть многие сайты они предоставляют вам шрифты вы находите шрифт который вам нравится на кликать на него а потом выясняется что у него нету в кириллице а здесь есть фильтр где вы можете взять галочку вот такую вот галочку поставили и потом он выдает только все шрифты которые поддерживают кириллицу и вам это гораздо больше упрощает ваш поиск вот это раз далее идет группировка шрифтов то есть на этом сайте группировка идет вот отсюда то есть вот эта полоса и чуть ниже идет вот этот весь список большой это те шрифты которые есть на этом сайте ну те группы шрифтов которые есть на этом сайте а есть всякие граффити-шрифты, иерографические шрифты, машинописные, праздничные, русские, рукописные, и так далее. Есть, конечно, и другие категории. В, допустим, в этом сайте можно найти другое распределение на такие категории. Дело в том, что официальной такой, как бы, категоризации на группировке шрифтов, точнее, сортировке шрифтов на разные группы, в принципе, до сих пор еще сделать не могут. В Германии, я знаю, люди, господи, в каком году они это пытались сделать? Буквально недавно. В 1900 каком-то году они пытались сделать сортировку вот этих шрифтов, а потом буквально прошел год, и появилась куча других новых шрифтов, и они, те, кто только что все это дело рассортировал, они немножко прифигели, что, ой, блин, а тут, оказывается, есть шрифты, которые мы не знаем, в какую категорию пихнуть. Есть шрифты, которые подходят даже к двум разным категориям. Допустим, вот наш вот этот вот шрифтик, да, он сделан, как бы, как будто бы сделан другие, как будто его развали кисточкой, можно увидеть такие, как бы, засечки такие небольшие, как будто кисточка такая поднимается, и, как бы, остается такой шлейф небольшой. Вот здесь тоже такое можно сделать, видеть такие черточки, как будто бы кисточка так намазала. Далее, что он у нас закругленный этот шрифт, да, вот здесь, допустим, мы видим, что он закругленный, у них квадратненький, он у нас еще такой толстый, жирненький. Такой шрифт я бы поискала в категории, либо какие-нибудь в граффити шрифты, либо какой-нибудь рукописный шрифт, либо в категории ужасные шрифты, то есть шрифты ужасов, да. Где-то там, я думаю, можно найти что-то нечто подобное. Несмотря на все такое обилие вот этих вот разных категорий, есть все-таки четыре категории, которые служат таким, как бы, эталоном, да, которые, как бы, с самого-самого начала типографии появились. Это у нас шрифты с засечками, ну, ладно, не с самого начала, да, но, по-тихому, как бы, самые первые четыре вида. Шрифты с засечками, далее шрифты без засечек, шрифты рукописные, и гротеские, нет, не гротеские, а готические шрифты. Готические шрифты также еще называют фрактурой. Фрактура с немецкого языка переводится как перелом, и такие шрифты выглядят примерно вот так. Сейчас, секунду, кликнусь там. Вот, то есть у них шрифт, буквы вот эти вот, да, как будто у них тут какой-то перелом у этих букв. И вот читать такой шрифт очень сложно, но сделать какой-то красивый заголовок с ними можно. Очень даже можно интересно такое оформление сделать в старинном готическом стиле. Что касается рукописных шрифтов, думаю, тут все понятно. Это шрифты, которые мы как будто бы пишем от руки, да. Вот это вот все. Туда же входят шрифты всяких комиксов, тоже можно сюда отнести к рукописным шрифтам. Далее шрифты без засечек. Где они тут? Вот сюда. Шрифты без засечек появились попозже, чем с засечками. Я думаю, в уроке теории объясню там, почему и как все там произошло. Это на уроке теории расскажу. В общем, шрифты без засечек, это у нас шрифты, у которых нету таких каких-то палочек, да. То есть у нас шрифт с засечками, он выглядит примерно вот так. То есть у него есть вот такие вот полосочки, вот здесь, вот на булке Че, вот такая вот начало идет. Вот на основании у нас такие полосочки тоже есть. Говорят, что вот эти полосочки помогают нам легче читать текст. Типа они как такая линия, которая ведет наш взгляд по буквкам. Но читать шрифт без засечек, в принципе, так же легко, как и с засечками. Что, кстати, стало удивлением для тех, когда только вышли эти шрифты без засечек, это стало удивлением для тех, кто поддерживался теорией вот с этой вот читабельной линией. Но об этом давайте все-таки в теории поговорим. Вот. Шрифты без засечек, точнее, шрифты с засечками в данных сайтах, они такие, ну, довольно-таки сложные, такая категория, куда вряд ли кто-то нормальный человек, наверное, зайдет. Потому что тут столько всякого понапихали, что вот, допустим, вот этот шрифт, вот этот шрифт, я бы сюда, в эту категорию, наверное, не впихнула бы. Хотя, хотя тут реально есть засечки. Вот это вот, да, все-таки засечки есть. Я бы вот этот шрифт впихнула больше в декоративный какой-то шрифт. А вот, допустим, вот этот вот шрифт, здесь я вообще ни одной засечки не вижу. Возможно, она есть где-то в другом, ну, в каком-то формате, допустим, в большом формате буковки. Но здесь я не вижу ни одной засечки пока что, и вот этот шрифт я лучше впихнула бы в рукописные шрифты. Вот здесь тоже у нас такие маленькие засечки, вот это вот в буковке F, в буковке R, что их из-за засечки-то... Засечка-то сложно там назвать, да, но все равно их пихают в шрифты с засечкой, потому что там есть, присутствует засечка. Поэтому, если вы хотите найти какой-то шрифт по типу вот этого Time New Roman, да, вот этот у меня шрифт Time New Roman, или какой-то такой печатный шрифт, который будет такой аккуратненький, да, такой стройненький, с засечками красивенькими, то его найти вам на таких сайтах будет уже все-таки сложнее. Вот. Есть еще парочка общепринятых категорий. Это у нас категория иностранные шрифты. Например, у вас, ну, если к ним, допустим, на Китай, Япония, то мы увидим, что здесь не китайские углифы какие-то, а конкретно вот латинские и иногда даже русские буковки, которые сделаны под стиль азиатских букв. Также можно тут в этой категории найти русские буковки, мексико-арабские и так далее. Следующая категория общепринятая, это декоративные шрифты, но здесь такая штука, что под декоративными шрифтами можно понять что угодно. Даже вот эта вот штука, это тоже как декоративные шрифты, в принципе, да, то есть их можно тоже туда же отнести. И еще есть одна общепринятая категория, это категория символы, то есть вместо букв вы печатаете какие-то символы. Я для примерчика нашла вам один шрифт интересный, называется он Pokemon Pixels, и вместо букв вы печатаете покемонов. Да, даже такое возможно. Есть еще такая категория шрифтов, как контурные шрифты, но прежде чем и скачивать, подумайте хорошенько, реально ли вам эти контурные шрифты нужны. Часто я вижу вот такие вот примеры звуков, то есть у нас есть контурный вроде бы как звук, но контурные звуки, это звуки, которые мы, вот эта вот штучка, только черненькая, это наша штука, которая шрифтом считается, белая здесь, это дырка, а у нас вот здесь вот эта беленькая, это не дырка. Вот это все можно сделать, в принципе, из обычного черного шрифта, просто на фотошопе, да и вообще во многих современных редакторах текста, такая функция тоже существует. Вот у нас текст черненький, его мы делаем цвет беленький, далее кликаем два раза сюда, делаем обводочку какую-нибудь, и вуаля, у нас появился контурный текст. Более того, этот контурный текст у нас дырку, самую эту дырку не создает. Если нам вдруг понадобится эта дырка, бывает такое, что у нас реально контурный шрифт нужен будет, то нам этот шрифт, вот наш обычный, тут будет достаточно всего лишь убрать заливку, то есть берем на заливку, убираем ее полностью, и вуаля, у нас прозрачность появилась, то есть прозрачность заливки можно определять, то есть контур остается у нас не прозрачный, контур у нас такой черненький, черненький остается, а заливка убирается по нулям. Если вы знаете, что такой вид шрифта, такой вид надписи у вас будет появляться в манге не один раз, а много раз, возможно даже в какой-то другой голове, я, допустим, точно уверена, что данный шрифт у нас присутствовал уже несколько раз, и в принципе, если я его найду, подряющий шрифт к этому найду на данном сайте, на данных сайтах, то я его сохраню себе и внесу такую табличку, я, допустим, введу такую табличку, где вписываю все шрифты, которые я использую для того или иного случая. Вы можете тоже такую табличку себе сделать, либо я эту табличку свою вот эту скину на Google Диск, и ссылочку к этому Google Диску оставлю в комментариях под этим видео. Также под этой ссылочке вы сможете найти мою коллекцию шрифтов, и да, можете тоже пользоваться. Либо создайте свою личную коллекцию, свой личный поиск такой сделайте, так будет более индивидуально, что ли, ну не то, что индивидуально, ну короче, более на вас, так сказать, рассчитано, на вашу мангу и так далее, потому что все шрифты, которые я здесь выискивала, я в основном выискивала для манги Назаки. И последнее, что хочу сказать, это то, что у шрифтов также присутствует лицензия. Большинство шрифтов можно скачать бесплатно, но есть еще куча шрифтов, которые есть в свободном доступе, то есть вы можете его скачать бесплатно, вы можете его распространять бесплатно, но как только вы начинаете использовать его в коммерческих целях, не для себя какую-то штуку сделать, или бесплатно мангу перевести, а в каких-то коммерческих целях, то с этого момента вы должны будете приобрести какую-то лицензию. О всех вопросах по лицензии прощайтесь к авторам конкретного шрифта, он вам все расскажет. Итак, при выборе шрифта вам нужно учитывать, присутствует ли у него кириллица. Помимо этого нужно еще учесть то, что присутствуют ли все знаки, которые вам нужны. Бывает такое, что кириллица присутствует, а буковка ее отсутствует. Бывает такое, как, допустим, здесь у нас отсутствуют некоторые буковки латинские. Тут у нас отсутствуют еще такие палочки, вот эти вот кривые, да, слэши. Бывает такое, что отсутствует вопросительный знак, терешки отсутствуют, то есть те символы, которые, в принципе, мы пользуемся. Далее вам нужно учитывать сам шрифт, который вы смотрите, который вы ищете. То есть, поставить на него внимательно вам нужно. Какой он, допустим, он круглый, он прозрачный, он какой-то со штрихами, какой-то там более печатный. Поставьте на все его особенности, и тогда вам проще будет его найти в группировке вот в этой большой, в больших вот этих группировках. И последнее, не забывайте про лицензию. Всем спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok